здравствуйте друзья за последний там день сразу несколько человек меня спрашивали как какие там проблемы со здоровьем хиллари клинтона влияют на избирательную кампанию и вообще что там происходит и так далее там на самом деле ничего такого не произошло она себя неважно почувствовала полтора часа на полтора часа отстояла на мероприятии посвященном 15-летию событий 11 сентября 2001 года вы знаете что произошло в общем и там что-то на себя почувствовала неуверенно ей помогли значит там выйти из этого дела если помогли сесть микроавтобус и как-то вот слухи поползли но в принципе у нее вообще-то у нее пневмония у нее воспаление легких и это как бы вот ее врач там подтверждает и она должна была сейчас ехать в калифорнию в избирательное такое путешествие в рамках избирательной программы ей отменили это дело сказали будешь сидеть дома и вот пить лекарства антибиотики будешь пить вот там какой-то количество спекуляции на эту тему конечно всегда это это понятно но в том что касается именно и избирателя и его так сказать мнение о том что происходит я вам так скажу значит все-таки мы имеем дело с протестным голосованием сегодня с протестным то есть не то чтобы люди голосуют за трампа потому что любят трампа и люди голосуют за хиллари потому что они любят хиллари то есть такие тоже но но в общем-то очень много протестного голосования она доминирует поэтому они не станут любить трампа больше или скажем предпочитать трампа больше они шарахаются от него поэтому они голосуют за хиллари поэтому но в конце концов даже если человек сегодня хорошем состоянии здоровья да он может в день вступления на должность оказаться в плохом а может и вовсе на том свете оказаться и для этого есть институт вице-президентства который значит автоматически на читам становится президентом и такие случаи были такие вот когда импичмент был и когда там убили например джона кеннеди мы были такие случаи вот на моей памяти вот я я уж не да мне не сто лет но вот я я помню поэтому хотя 60 тоже не 24 до так я лучше расскажу о другом интересном повороте вот этих всех дел если вы хотите знать как там вообще компания идет кто больше очков набирает вообще как складывается ситуация у кого больше шансов значит вот сегодня была очень интересная статья комичная под то есть не они не имели ввиду что это комично но я вот как читатель я хочу сказать что там очень комично они говорят если ты хочешь реально следить за ходом так сказать избирательной компании следи за курсом мексиканского песо то есть ничто не отражает так хорошо ход избирательной компании в сша как курс мексиканского песо значит мексика это самая большая из серьезных экономик завязана так сильно на соединенные штаты 73 процента мексиканского экспорта идет в соединенные штаты это немножко меньше чем было в девяносто третьем году перед тем как нафта вот этот вот north american free trade agreement вот нафта это соглашение по которому сша канада и мексика там снимают тарифы облегчают обмен людьми там и как и так далее то есть резкий подъем экономических отношений произошел девяносто четвертом году это было принято так вот за год до нафта до принятия нафта в сша уходила семьдесят девять процентов мексиканского экспорта то есть был было еще большая зависимость но сейчас у мексики free trade agreement с европейским союзом и в общем то они так с другими странами тоже развивают отношения но объем продаж соединенные штаты объем вырос точнее так объемы мексиканского экспорта в сша с 94 года за 21 год по данным на 15 год вырос в пять раз в пять раз то есть это очень серьезный как бы фактор в экономической жизни в мексике точно так же как и деньги поступающие в мексику от людей которые зарабатывают их в соединенных штатах легально нелегально там как угодно это все очень влияет на экономику на курс валют и так далее так вот поскольку в программе трампа было и есть пересмотреть вот этот вот нафта потому что он считает что это забирает работу у американских рабочих и пересмотреть до стену стену поставить за счет мексики и если мексика из бюджета платить не хочет то значит эти деньги возьмут в качестве как бы налогов на те деньги которые зарабатываются в сша и переводятся в мексику и таким образом и то и другое существенно ударяет по мексиканской экономики поэтому значит люди которые вот там курс валют устанавливают они целыми днями сидят и следят за американскими перипетиями избирательные и вот вот туда скакнуло сюда скакнуло курс песо отражает с невероятной точностью вот там до часа новости относительно того или этого вот допустим новость о том что клинтон может быть не очень хорошо себя чувствует вот эта новость сразу значит там немножко обвалила этот песо знаете так интересно получается как много всяких зависимости в мире кстати в каком мире мы живем мы-то думали да что только там те кто на нефтяной игле сидят экономики вот они зависит от цен на нефть и что правда что правда они еще от технологий зависят вот несколько дней назад была статья о том что тесла ран рано или поздно убьет индустрию нефти и газа да но посмотрим так что это мы еще будем посмотреть это все впереди вот а так вот я считаю что мы с вами осветили проблемы здоровья госпожи клинтон и как это влияет на американскую избирательную кампанию до спекуляции господи все только и норовят высказаться причем не в том смысле что здоровье у нее хорошее или плохое а в том смысле что если выяснится что не очень хорошая а пока вроде так основания нету ну вот то значит тогда может быть и проблема а еще говорят что вообще проблема того что вот кандидаты такие престарелые трамп тоже не не пацанчик вот смотрите клинтон 68 лет а сандерста ему вообще 74 так что да надо сказать что значит опубликовали налоговую декларацию опубликовал кандидат вице-президента со стороны трампа который так что то он бедненький я хочу сказать что даже сандерс будучи человеком небогатым гораздо больше зарабатывает ну он правда сенатор американский он там 1100 не помню 60 в год ему как сенатору платит а это вообще там 1112 просто можно сказать бедный человек у нас многие выпускники портнов компьютер скол больше зарабатывают там через пару-тройку лет чем вот целый вот такой кандидат вице-президент и можете представить это взял может он все-таки где-то берет наличкой я не знаю но вот так пока вот так счастливо